Друзья и подруги. Мы находимся в Минске. И Эйпите рядом со мной Евгений Корчагин. Привет. Привет, Маша. Как дела? Давай начнем с того, что происходит на серии. Что я успел сыграть, что играешь? На серии я успел сыграть первый турнир по 500, сейчас по 300. Зарядил так нормально входов, по 4 в каждой. И здесь мы уже в призах, нам осталось 24 человека. Да, сделал деньги зато. Да, сейчас я выйду на финальный стол и в хедзапе с Гией буду играть, кстати. А, ну то есть у вас вы уже все продумали? Да. Как вы так на вечеринку не попадете? Ну так мы устроим зато свою вечеринку. Так-то логично. Женя, давай прямо к животрепещущему. Расскажи, что там у вас за ситуация с Алталом случилась. Давай, из первых уст. В общем, я недавно завел блог на форуме, завел, потом продублировал его в Яндекс.Джет. Современная новая платформа, где удобно писать. И пишу про свою историю, как я пришел в эту игру с 2007 года, как познакомился, что я делал, что я играл, как там выиграл свой первый миллион, как его пропил. Там очень интересный блог. Пропил? Да, пропил. Печально. Ну, бывает ничего, первые деньги, типа, мне в 24 года упал миллион. Что с ним делать? Ну, конечно, клубы, пошел гулять. А мой блог никто не читает. Думаю, что это надо делать? Смотрю, самая читаемая тема, это блог Алтала. А я с этим человеком, ну, пересекался по столам. И когда с ним в первый раз пересекся, я включил его стрим, и он на своем стриме меня животным назвал. Я такой, что? На твоем стриме? На своем. А, на своем. Да. Меня называют животным. Я че? В общем, мы пока так с ним и не увиделись. Вот. Завожу свой блог, чтобы как-то хайпануть, и пишу ему, ну че? А он мне хедзап предлагал играть, типа, я ему плачу, но бабки, он играет со мной хедзап. Я ему пишу, ну че? Ну что, будем играть в хедзап? И он мне пишет, ты вообще кто такой? Я говорю, ты знаешь, кто я такой? Ты уже передо мной извинялся. Ну, за то, что там животным меня называл. И меня выставили как бы человеком, который не говорит правду, ну, который заканчивается на болт-слово. Вот. А я как бы таким не являюсь. Вот ситуация раскрутилась, и человек, я человеку еще раз предложил, он мне еще раз начал оскорблять. Я ему говорю, давай я приеду в Питер уже, и мы с тобой увидимся. И человек просто перестал мне отвечать. Выйдем, поговорим, сказал Евгений Корчанин. Ну, типа, вот, в лицо скажи мне, вот все, что ты мне пишешь, скажи мне в лицо. Либо ты только там смелый. Мы же все это можем сделать вживую на Сочи Покер Фестселл 17 по 24 февраля. Ну, неплохо хайпанять это, но если человек... Конечно, хоть кто-то приедет, да. Человек сможет в лицо такие вещи говорить, а я вот могу... Ну, ну, так подожди, и что дальше? Вот, и все, он просто перестал мне отвечать. А мне сейчас минусики ставят за то, что я бол. 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 Слушай, а что это за тема, что ты написал, что каждый, который ко мне подойдет, и в лицо скажет бол? А, нет, не каждый. Я это человеку написал. Ну, именно человеку, который вот такой же храбрый. Я говорю, если ты ко мне лично подойдешь, я тебе дам легкую десятку для тебя. Ну, чтобы этот личный человек, но он не подойдет, но, типа, не настолько человек храбрый будет. А Гия это понял по-другому, да? Страхованная ставочка. Вчера меня Гия выцепил, говорит, там, брат, привет, там, давай обнимемся, говорит, считай, что я тебя послал, где моя десятка. Он не послал? Он сказал, что он заработал 10 баксов. Нет, он говорит, считай, что я тебя послал. Вы думали, Гия в плюс серию вывелся. Вот, я говорю, тебе всегда десятку дам, короче, ну-ка Гии не дать десятку. И не дал? Дал, конечно, сразу же. А, дал. А, ну все, Гии, все правильно. Он еще от Кадшакова 5 баксов дал. А так это акция не для каждого человека действует, а только для того, кому я писал это. То есть, если я сейчас, то я бы не сказала. Да, скорее всего, это последнее наше интервью будет, если ты сейчас пошли. Да, и вообще каналчик закроют. Ну, окей, я и не собралась. Женя, расскажи, ты, говорят, собираешься начать стримить? Да, я потихоньку запускаю стримы. Вот, и хочу, ну, много людей ко мне подходит и спрашивают, Жень, там, посоветуй в этой ситуации, в этой, расскажи, как, что, вот, вот, а как бы ты сыграл эту раздачу. И на стриме я буду, ну, показывать и объяснять все свои раздачи, весь свой ход мысли. В общем, думаю, людям это интересно будет смотреть, то есть, глубокие анализы. Вот я недавно ребят позвал на стрим, слышал, когда ко мне пришел Леха Истомин, Кот Спартак, Никита Калинин, Виталий Каванесян, а я играл турнир и стримил. Я выиграл этот турнир, они все рядом сидели, за меня болели, но так получилось, что они влезали в игру, и со стороны выглядело, как будто они меня советовали. И меня блокируют на сайте моем, и говорят, Жень, ты чего натворил? Ну да, это я слышала. В общем, у меня забрали эти деньги за первое место. Сколько это выиграл? 75 тысяч рублей. И на следующий день, как меня только разблокировали, я сажусь один, не помню, где это было, я стримил, по-моему, тоже, и выигрываю еще раз этот турнир. На следующий день сажусь и выигрываю еще раз этот турнир. Два дня подряд я выигрываю этот турнир. А там состав так-то неплохой, Кирилл Родионов, Дима Копыл, там Саша, но состав там хороший. Сколько в ходу? Куда? Ну, в турнировать, а сколько, какие поля были? А, там человек по 50 играет. Не, ну все равно три дня подряд, три дня подряд ты заносишь этот турнир? Да, он по 10 тысяч рублей, как бы, по 150 долларов, он считается там, как бы, топовым. Смотри, раз ты врываешься в мир стримеров, ведешь блог, ты должен иметь такую броню и быть способным противостоять хейтерам. У нас постоянно хейтеры, например, наш ютуб, что только не писали, нам весело каждый раз. Я читаю комментарии, да. Да, да, и это моя любимая рубрика на ночь. Так что я сейчас тебе задам вопрос, ну, как бы, не желая тебя обидеть, а наоборот, как бы, хочу получить объективный трезвый ответ. Смотри, ты говоришь, что ты хочешь начать вести стримы, потому что много людей к тебе подходят, спрашивают, как бы ты поступил здесь, как бы ты посоветуешься играть в том турнире. Но при этом ты заводишь блог, и, как говоришь, его никто не читает. Как это умещается в одном? Все просто, нет, начинают люди подписываться на меня, причем на меня люди подписываются, которые очень хорошо понимают в этой игре. Вот ты поняла, почему всю эту ситуацию с Алталом я не хочу разгонять? Мне зритель его не нужен. То есть его зритель, который хочет смотреть только грязь, ругань и маты на стримах, он мне не нужен. Мой зритель, он будет разбираться в этой игре, чему-то учиться, узнавать что-то новое. Вот почему я написал туда, оттуда пришло 100 человек, но эти 100 человек очень хорошие ребята. Они ставят себе цели и задачи в этой игре, поэтому они меня и читают. Вот для этого я и собираюсь еще и стремить начать. Твоя покерная цель на 12 месяцев? Сейчас это развадов либо Париж, а потом Вегас. Вегас, Масхэв, да. В Вегасе меня ждут новые победы. Друзья, это был Евген Корчагин, и мы продолжаем вещание с евразийского покерного тура в Минске. Спасибо. 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 Спасибо.